добрый вечер друзья спасибо что смотрите меня зовут алексей гуман это означает вы на официальном youtube канале дмитрий гордон сегодня с нами обладатель хрустальной совы интеллектуального клуба что где когда ровшан аскеров ровшан рад вас видеть здравствуйте спасибо взаимно прежде чем начать рекомендую всем подписаться на youtube каналы нашего медиа сообщества именно дмитрий гордон алеся бацман и в гостях у гордона для того чтобы не пропустить новое интервью потому что сегодняшняя беседа будет крайне интересно и другие на наших youtube каналах не менее интересные пожалуйста перейдите посмотрите подпишитесь поставьте ваш лайк и напишите комментарии это поможет большему количеству людей увидеть эту беседу плюс возможно на ваши вопросы мы сможем ответить следующих видео господин аскерова ну день рождения к сожалению бывает только раз в году но вот владимиру зеленскому к дню рождения к 45 запад презентовал просто потрясающие подарки соединенные штаты америки германия предоставили танки и мы просили о них с лета как вы считаете почему вот только сейчас получилось дожать может быть они что-то осознали но я считаю что вообще это плохой подарок в любом случае когда президенту страны дарят оружие потому что оружие она как бы создана для того чтобы убивать и в принципе нельзя радоваться тому что дарят оружие но так получилось не по вине украины не по вине зеленского так получилось что да то что сейчас нужно украине от цивилизованного мира это оружие которому нужно уничтожать оккупантов которые уже почти год захватили украинскую территорию убивают людей детей и это самое ужасное вот но что может почему запад раньше не давал но те этой сложные истории вот главное дал и в конце концов это главное главное чтобы эти леопарды эти абрамсы чтобы они действительно изменили ситуацию и поскорее закончили войну потому что россия это такое образование которое понимает только силу и больше ничего не понимает и видимо надо с помощью силы пинком выгнать их это хорошо я думаю что эти поставки они приблизят победу здравым смыслом будем надеяться в кремле уже разразилась истерика сегодня на брифинг выходил пресс-секретарь путина песков заявил что передача танков это еще одно подтверждение тому что дипломатическим путем эту войну закончить не получится то есть они закончить дипломатическим путем если вы официально объявили территорию чужого государства свои собственные прописали этом конституции на что они рассчитывают то есть вы захватили сперва одну часть территории понятно что никаких переговоров быть не может с этими людьми исключительно есть только один способ закончить войну вот видимо так путем если россия подписывает капитуляцию убирается захваченных территорий путин перестает быть предстает называть себя президентом вообще перед превращается земное существование вот пока это существо именуемость именующие себя президентом россии живо никаких вообще переговоров с этой страной быть не может и все украина делает абсолютно правильно а вы верите что он при жизни может уйти со своего поста добровольно он может я не сказал при жизни он должен исчезнуть он должен прекратить свое существование его не должно быть в природе больше это законная цель любого человека ну как быть человек который находится рядом с ним и имеет руках колющее режущие отравляющие что-либо и не воспользовавшись этим я считаю является преступником потому что не уничтожил этого это существо вот так что я не сказал что он должен уйти он должен исчезнуть нужно прекратить жить потому что это враг всего нормального всего цивилизованного это вообще враг я вот недавно брал интервью у израильского спецназовца командира израильского спецназа он говорил что вообще ликвидация путина на самом деле это только цена вопроса то есть тут только цена вопроса мол на самом деле ликвидировать президента россии можно было бы и такие спецоперации существует их это уже не первый раз когда в принципе в мировой истории нечто подобное может произойти единственное что мол никто не хочет брать на себя эту ответственность как я не понимаю шталфенберг пытался убить гитлера у него не получилось но он сейчас считается чуть ли не героем почему человек который хочет убить путина не может стать героем да это цена вопроса я за то что кто-то это решил ну если надо скинуться скажите скажите кому и куда как только мы узнаем найдем желающего и узнаем цену да я думаю что огромное количество захочется людей присоединиться давайте продолжим на последнем брифинге песков также заявил о том что украина может нанести новые удары по российским городам и по мирным жителям все это было заявлено на фоне установки средств противовоздушной обороны и чуть ли не в центре москвы на административных зданиях как вы думаете эта паника нагоняется для чего вот такие заявления и вот вообще вот это то что происходит с этими панцирями ну во первых некоторые депутаты государственной дуры говорят что это фейки ну мне кажется что понятно что они перестраховываются боятся что после того что было в саратове венге в ангельсе довольно далеко да украинской границы тем не менее украинские силы вооруженные нанесли удары по военным кстати по военным объектам что важно по военным объектам они по мирным не по детям вот и с другой стороны это такой знаете пропагандистский ход что видите они все-таки готовы напасть на нашу родину и сейчас хороший повод объявить мобилизацию сказать что вот теперь мы точно защищаем даже наши нашу территорию видите они покусились нашу территорию но я сейчас говорю после того что делала россия и после того как она зимой оставляла украинских детей и стариков больных без света без тепла я думаю что ничего для украины не существует с понятием слишком чтобы украина не сделала это будет не слишком это будет она будет вправе она будет своем праве потому что она бьет врага довольно коварного сильного злобного не человеческого врага и все что она будет делать для того чтобы добиться победы будет правильным сейчас не для украины не существует ничего слишком только все оба все правда будет делать вот но главное я думаю что вот это сказать видите мы уже ведем войну уже готовы на по но по себе заводите и защищать такой ход тоже вполне может быть война идет не на только не на только на поле боя но и внутри страны и на информационном в информационном пространстве и в культурном вот хотелось бы следующий блок тем начать с того что во фракции единой россии в гласдуме предложили убрать из школьной программы архипелаг гулаг солженицына мол марает в грязь россию свою очередь молодую гвардию хотят в список обязательной литературы вернуть вот если об этих произведениях говорить почему думаете такая рокировка ну слушайте сейчас россии идет ну для начала хочу сказать ни то ни другое не является литературным произведением солженицын очень плохой писатель с моей точки зрения литература вообще такое дело знаете чистый вкус на мой вкус солженицын вообще не писатель и нобелевскую премию по литературе он получил явно не за литературные экзерсисы а скорее за то что это был антисоветский такой яркий памплет антисоветская такая мощная книга которая разоблачала все преступления государство именуемого советским союзом вот а учитывая что в ссср сейчас Сейчас просто реабилитируется полностью Путином, это его идеал. Маргарита Симоньяна говорит, что она мечтает о Российской империи, о том, чтобы нас боялись. Люди хотят, чтобы их боялись. Они хотят, убирают, естественно, все, что говорит плохо, любые книги, которые говорят плохо об СССР, и возвращают книги, в которых молодежь умирает за Советский Союз, за Сталина, за идеалы Совета. И, в конце концов, мы знаем, что эту книгу Фадеева редактировал лично Сталин и просил ввести какие-то моменты в эту книгу. Поэтому реабилитация Советского Союза правильна с точки зрения этого государства, а все остальное, то, что чернят Советский Союз, оно должно быть убрано из программы школьной. Поэтому здесь все логично, объяснимо. Другое дело, что и то, и другое, полное давно, а не книги, а не литература вообще, ни в коей мере. Просто одно обеляет Советский Союз, а другое чернит. Ну, как бы не чернит, а говорит правду о нем, да. Говорит правду о Советском Союзе, о том, что это страна была. Вот вы говорите, реабилитирует Советский Союз, и вот вы очень правильно заметили, что еще и учит умирать за свою страну. То есть это тоже как бы постная подготовка... Да, за Сталина, за Путина, за Сталина. Это как бы постная подготовка будущих солдат и удобрения для украинского чернозема? Практически да, потому что вот как бы так это все делается. Я думаю, что да, они... Надо же готовить идеологии. Я помню, что я вот когда я учился в школе, мы изучали молодую гвардию в школьной программе, это было ужасно, но приходилось читать, вот. Так что, ну, так, тяжелое. Это не книга, это даже не литература, это агитка такая, ну, окей. Подписано довольно скучным, неинтересным языком, вот. И агитка была тоже не литература. Просто как бы вот такая история, что... Ну, мы понимаем, да, что это идеологические, идеологические причины. И та и другая, и та и другая штука идеологические. Ну, окей. Но это... Что будет в России, честно говоря, меня вообще мало интересует. Меня вообще-то она уже перестала интересовать. Я понимаю, что вы... Давайте, хорошо, давайте поговорим о том, как и о ваших причинах уехать, да. Вот мы знаем, что вас объявили в России в международный розыск, вот. Вы какие причины преследовали, когда решили покинуть эту страну? Я покинул страну до того, как меня во что-то куда-то объявили и кем-то объявили. Я понимаю, это какие были ваши причины? Самая главная причина, я не хочу жить в Советском Союзе. Я жил в Советском Союзе, я знаю, что это говно. Я не хочу жить в Советском Союзе. И запах Советского Союза, запах этого тления, этого мязмы отравляющего, они все сильнее. Еще тогда, в конце февраля, в начале марта, стали просто душить. И я понял, что надо уезжать из этой страны и жить в стране. Мне всегда было тесно с Владимиром Владимировичем Путиным. Я понимал, что с этой мразью жить вообще очень тяжело. Но человек связан все-таки, у него друзья, семья, работа. Наступает такой момент, когда эта мразь совершает поступок, после которого ты точно понимаешь, что оставаться с ним даже на такой большой территории невозможно. И вам нужно разойтись. И самое правильное, я не могу заставить его уехать, выходитесь уезжать мне. Поэтому я понял, что жить там невозможно. И, в принципе, ни один нормальный человек не может жить там. Если ты живешь там, ты принимаешь условия, которые он тебе навязывает. И это значит, ты практически готов жить там, платить налоги в это государство. Готов так или иначе финансировать эту войну, так или иначе его поддерживаешь. Как примерно те немцы, которые остались в Германии, они поддерживали Гитлера. Здесь все очень просто. Давайте вернемся во времена, когда вы еще жили в России. Вы участвовали в интеллектуальном клубе на телевидении. И вот сейчас Путин готовится к новым выборам, которые должны пройти через год. И, как говорят аналитики, ему объясняют, что на самом деле подавляющее большинство людей его поддерживает, показывают какую-то социологию. Вот среди вашего круга, давайте возьмем участников клуба «Что, где, когда». Вот вы же между собой наверняка и политику тоже обсуждали. Я давно не являюсь участником клуба «Что, где, когда». Но вы посмотрите на Максима Поташова, который является магистром этой игры. И он идет и агитирует этих чмобиков идти на войну. То есть человек, у которого двое 17-летних детей, парней. Он идет и говорит чужим детям, идите на войну и убивайте украинцев или умрите сами за какие-то геополитические идеи. Хочется спросить, ты, Максим Аскарович, готовы отправить своих детей через год, когда им будет у 17, чтобы они умирали за геополитические идеи твоей России? Если нет, то ты просто сволочь, лицемер и подонок. А после того, как он говорит людям, идите и умирайте там, он через неделю садится за стол и отвечает на вопросы, как ни в чем не бывало. В принципе, если вы включаете телевизор, и там играют люди, как ни в чем не бывало, в эту игру, все они поддерживают этот режим, да. Все они подлецы и подонки. Все, кто участвует в этой передаче сейчас. Это люди, которые поддерживают войну, потому что эта передача поддерживает войну сейчас. Ты выходишь на этом канале, ты поддерживаешь войну, ты поддерживаешь Путина. А раньше можно было попасть на телевидение вообще, если человек был оппозиционен к Кремлю, например? Ну, Илья Новиков же играл. Ну, и потом я играл. Мы никогда не признавали ни аннексию Крыма, ни то, что делала Россия в Грузии, ни вообще то, что она делала на Донбассе. Понятно же, что Донбасс – это практически провокация России, и эта гражданская война развязана Россией. Если бы не Россией, ничего этого не было. Поэтому всегда было куча людей, которые не поддерживали это. Но сейчас люди, не поддерживающие это, они не могут. Нет, ну это не гражданская война. Все-таки там кадровые российские военные были с первых дней, поэтому называть это там гражданской войны. Слушайте, это была гражданская война с интервенцией. Это тоже интервенция. Вот еще интересно. Сейчас, как вы думаете, вот мы видим, как подогревается ненависть к артистам, которые высказывают оппозиционные мысли по поводу полномасштабного вторжения. Сейчас вот реально вообще участвовать в каких-то телешоу, если вы не поддерживаете войну? Или для таких людей сейчас... Я не знаю, я же не в России. Я же не в России. Слава богу, уже давно, почти год. А, ну, случай с Назаровым, по-моему, показывает, что, видимо, нет, раз он выступил с какой-то оппозиционной точки зрения и остался без работы. Его уволил Хабенский, которого считали чуть ли не лицом современной интеллигенции. Такая у них интеллигенция сейчас, такая у них культура, такой театр. Ну, меня там нет, и слава богу, понимаете. Я вообще забыл, что такая страна вообще есть. Она мне не интересна. Мне интересно только одно. Как скорее сдохнет Путин, и как скорее, как можно скорее, чтобы Россия подписала капитуляцию и убралась с чужих территорий. Вот и все. К сожалению, заботи о существовании России нам не дают... Вам не дают, да. Стрелки ракетные. Но, ну, вы как бы, да, Украина сейчас, она грудью стоит за весь мир. И, в принципе, надо ей весь мир должен сказать спасибо этой стране за то, что она делает. Я надеюсь, что после окончания этой войны Украина станет членом Евросоюза и членом НАТО, и больше никакая падаль не посмеет вообще на нее напасть. Я думаю, что сейчас то, что происходит, и то, что все страны НАТО поддерживают ее, дают ей оружие, это как бы практически вступительный экзамен. И когда Украина победит, я думаю, что у нее будет светлое будущее, потому что она спасла весь мир. Это будет страна, которая спасла весь мир. Все симпатии всего мира будут на ее стороне. Она сейчас борется с фашизмом. И, надеюсь, победит. С помощью всего мира, конечно, и финансовой, и военной, и любой. Но на самом деле, конечно, одними санкциями с Россией не справиться. Ее нужно просто. Вот у меня на моем YouTube-канале уроки истории с Рафшаном Скерланд. Хотелось бы подписывать. Много интересного можете узнать. Я там рассказываю о том, как, какими способами иногда в истории происходили, какими способами можно решать такие сложные вопросы. И там очень много параллелей исторических. И кто умеет слушать, кто умеет видеть, он может понять, услышать эти рифмы и понять, что исторические параллели имеют отклики сегодня. Может, одним из способов, прямо один из способов, если кратко, может, поделитесь сейчас с нашими зрителями? Ну, я как бы не стал. Давайте вот я вложу. Самый простой способ. Вы подпишитесь, зайдите на канал, посмотрите, там все увидите. Да, вы умеете. Канал уроки истории с Рафшаном Скерланд на YouTube-канале Скерланд вполне зайдет. Интересно. Да, друзья, зайдите, полюбопытствуйте. Прямо сейчас, я уверен, у вас уже возникли мысли и комментарии по поводу нашей беседы. Задавайте ваши вопросы под этим видео. Также поставьте лайк нашему диалогу для того, чтобы как можно большее количество людей увидело это видео. Подпишитесь на YouTube-канал Дмитрий Гордон, Олеся Бацман, гостях у Гордона и на YouTube-канал Рафшана Скерланд. Друзья, добрый день. Вот такая у нас обстановка, видите, света нет. Опять спасибо нашим русским, в кавычках, братьям, чтобы они горели в аду за все, что они для нас сделали хорошего, в кавычках, опять-таки. Вот сейчас сижу, подписываю для своего магазина мерча «Гордон Шоп Книжки». Вот уже, видите, вот такая лампочка у нас, вот такая, видите, как на батарейках. Вот уже 9 книжек подписал. У меня осталась 10-я одна, вот такая вот, видите. Сейчас буду подписывать, чтобы видели, как это происходит и знали, что это подписываю я, а не кто-то за меня. Я всегда делаю все сам. Сейчас вам покажу. Вот, видите, вот так раскрываюсь, вот так вот делаю. Неудобнее было. Сейчас за что-то зацеплю красиво. Так, за планшетик. А что делать? Приспосабливаемся. Человек, такое животное, что ко всему приспособится. Сейчас вам покажу, как я буду эту книжку подписывать. Вот так. Вот так видно будет, видно будет, да. Вот видите, как-то так всех побегу. Видим, всех отдалием. Слава Украине. Давайте перейдем к следующей теме. Тема коррупции, извечная для России. В этом году российские чиновники смогут не публиковать декларации о доходах. От этого их освободил лично Путин на время проведения так называемой специальной военной операции. Значит, этот законопроект проголосовали очень быстро. Там, соцгарантии, повышение пенсии. Там эти законопроекты подождут. Вот, значит, решили резко взяться за отказ от обязательства публикации деклараций. И вот, любопытно, как думаете, это все для того, чтобы имущество под санкции не попало? Или просто лишний раз бытовое воровство-то прикрыть? И то, и то будет. Знаете, почему одно исключает другое? Все может быть и то, и то. И даже, может, есть третьи причины, которые мы с вами не видим и не знаем. Ну, вполне, может быть, я как-то, знаете, вот имущество... Да, это, конечно, отвратительно, когда вроде бы тебя выбрали представлять интерес народа, но ты тут же секретишь свои доходы. И сразу становится это странным. Ты получил возможность, ты получил доступ к каким-то недекларируемым доходам, и ты еще их скрываешь. Ну, в общем, это довольно странно. Очень странно сейчас это списывать на военное время. Я не представляю, как война может освобождать тебя от декларирования своих доходов. Это как? Как это связано, я не понимаю. Но, видимо, потому что я не депутат и не члены парламента, поэтому мне трудно это понять. Тут стоит напомнить еще, что Путин инициировал выход России из международной конвенции за уголовное наказание за коррупцию. Вот, шутят уже аналитики, что следующим шагом будет внесение коррупции в Конституцию. Да, довольно забавно, что Пригожин, выступая по какому-то канале, он сказал, что мы обязательно победим НАТО, но сперва мы должны победить коррупцию в России. После этого становится понятно, что никогда они не победят НАТО, потому что победить российскую коррупцию невозможно в принципе. То есть Пригожин таким образом как бы заявил, что окей, мы не победим. Вот так тоже можно понять. Но, в общем, бороться с коррупцией довольно странная история, потому что это как бороться с желанием людей дышать, что ли. Потому что люди, там, где есть люди, коррупция всегда находит свое место. Нет, но смотрите, все-таки есть же государства, просто которые, где контролирующие органы работают лучше. И, скажем, это сложнее. Да, сложнее. Оно может быть сложнее, но все равно, если есть возможность как-то, где-то, каким-то способом незаконно обогатиться, то почему бы и нет. Вероятно, даже те же Дания, Норвегия, Швеция, там тоже не сто процентов. Там постоянно тоже есть какие-то... Все, что придумано людьми, оно несовершенно. Люди не могут придумать совершенную систему, и можно только постоянно как-то с этим бороться. Да, надо сделать прозрачным. Но вы говорите, что вы боретесь с коррупцией, тут же засекречиваете доходы людей, которые имеют доступ ко всяким... Ну, решают государственные вопросы и решают вопросы госзаказов, решают вопросы направления больших денежных потоков. И при этом вы говорите, что мы засекретим их доходы. Ну, вот как это... Это не сочетается, да? То есть, как в том анекдоте, вы либо крестик снимите, либо штаны наденьте. Потому что это непонятно. Ну, окей. Вот, кстати, по поводу коррупционеров, значит, главар русской православной церкви, церкви товарищ Кирилл призвал прихожан пасту свою донатить на обеспечение материальное для мобилизованных. И, ну, вообще, в принципе, для начала, да, сразу хочется задать вопрос, куда уходит вот эта вот львиная доля бюджета, которая выделяется Минобороны, что люди должны скидываться на материальное обеспечение. А во-вторых, это тот самый Гундяев, у которого, значит, нашли имущество на 3 миллиона долларов минимум этого недвижимого, который ездит на бронированном лимузине Мерседесе. Вот, как вот это коррелируется, вообще, эти заявления с его духовным саном и с таким, значит, имуществом материальным, земным брендом? Вы знаете, вы знаете очевидные вопросы, на которые есть понятные очевидные ответы, но никак не коррелируется. Зачем об этом говорить, о том, что церковь вообще является таким бизнес-проектом, построенным на лицемерии лжи, поэтому что о церкви говорить, да, то есть это просто такая контора, она веками существует за счет того, что убивает, лжет, обманывает, пользуется, скажем так, не самыми, говоря о морали, она пользуется довольно низменными методами, чтобы обогатиться. Поэтому я считаю, что вообще об этом неинтересно говорить. Да, люди, которые говорят о нестяжательстве, скажем, о богатстве духа, тем не менее, все-таки думают больше о материальных благах. У них часы за сотни тысяч долларов, у них автомобили и все такое. Я бы не задавал этот вопрос, понимаете, просто если бы тот же Кирилл не был полноценным участником войны против Украины, я как бы в этом контексте еще. Ну, правильно, церковь всегда была, даже, слушайте, во время Второй мировой войны, в 43-м году, когда Сталину нужна была поддержка, он обратился все-таки к церкви, и даже тогда появилась такая шутка, что на смену третьему интернационалу пришел Третий Рим, который должен помочь победить Советскому Союзу в этой войне. Потому что, ну, когда стало совсем плохо, когда очень плохо, и страна на грани уничтожения, тогда ты вспоминаешь, что есть же еще такой ресурс, как церковь, которая может играть вот этими дешевыми фокусами и агитировать на твою сторону легковерных граждан. И вот когда власть в союзе с церковью, ну, окей, идеология коммунистическая не очень работает, коммунистов все-таки меньше, чем верующих, давайте еще сыграем с верующими в эту игру, и они как бы будут спасать свою страну. Поэтому, да, церковь, она всегда с государством при условии, если государство дает им какие-то плюшки, да, то есть довольно странно, что в 30-е годы они взрывают храм Христа Спасителя, а в 40-е годы они уже призывают церковь помочь и поддержать, там, благословить эту войну. Ну, в данном случае тоже не случайно же, когда вдыхается весь этот политический угар, говорят, мы боремся на Украине не только с нацистами, потому что это очень сложное слово для, сложно объяснить не очень грамотному населению, но тогда можно сказать, мы боремся с сатанистами, с антихристом, и тогда, окей, давайте, люди уже идут воевать против антихриста, да, для них украинцы это уже исчадие ада, и тогда это обосновано, и это благословено, священная война, вот эти слова священная война, все чаще и чаще говорит Медведев в своем безумном блоге и Патриарх, вот, пытаясь выторговать для себя еще какие-то бонусы, поэтому, да, церковь, она продажная, как всегда, и на стороне государства ради плюшек. Вы вспомнили сегодня господина Пригожина, вот основатель ЧВК Вагнера, обратился к Госдуме, вообще, Пригожин стал в последнее время, ты выбиваешь фамилию Пригожин, и там каждый день в информационных лентах новые какие-то его заявления, то есть сумасшедшее присутствие публичной плоскости, ну, не зря говорят западные аналитики, да, впрочем, не только западные, о том, что и внутри России, я думаю, мало кто не замечает, что Пригожин готовит себе дальнейшее политическое будущее, и вот он уже обращается напрямую к Госдуме и призывает вот запретить средства массовой информации и даже в соцсетях критиковать вчерашних зэков, которые взяли в руки оружие, мол, дискредитируют российские вооруженные силы, оккупационные войска, читайте, и предлагают, значит, за нарушение в тюрьму на пять лет сажать. И это вот что, подготовка к сокрытию преступлений, которые будут совершать те же вчерашние зэки, если выживут, когда вернутся назад в Россию на волю? Ну, то, что криминализация общества будет, это однозначно, они к бабке не ходят, да, то есть, но весь вопрос в том, что когда Россия проиграет эту войну, то судить будут и этих людей, ну, скажем так, похожих на людей и существ, которые входят в Чироковарна, то есть они всего лишь только морфологически похожи на людей, по сути, это не люди, вот. Поэтому я думаю, что не поможет им ничего, на самом деле, можно что-то и готовить, но они же не выиграют, Россия не может победить в этой войне, поэтому все они, либо в лучшем случае для них вернутся в свои места, откуда их забрали, взяли, либо они, либо их закопают, утилизируют, как это делает украинская армия со всеми другими оккупантами. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть, у меня в руках птичье молоко, гордон в шоколаде, это вкуснейшее птичье молоко, ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир гордон, поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел, и это правда. Вот посмотрите, они у меня на тарелочке, вот они, птичье молоко и зефир, вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть, у меня есть чашечка, обычная вроде чашечка, вот я ее ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток, наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит, посмотрите. Вот она чашечка, кто-то там проявляется. Мне кажется, это я отлично уже проявился. И теперь смотрите, вот конфеточки. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Тем не менее, в России вот сейчас уже пытаются найти какие-то пути для того, чтобы каким-то образом социализировать в будущем этих вчерашних ЗК с посттравматическим синдромом после возвращения с зоны боевых действий в Украине, вот Минпросвещение в России на полном серьезе предложило, значит, вчерашним оккупантам, среди которых есть, естественно, и вагнеровцы, вакантные места учителей ОБЖ в школе. Мол, кто еще знает больше про основы безопасности жизнедеятельности, как не те, кто прошли фронт. Как вы вообще представляете себе, значит, ну это как вот зарисовка, как вам такая идея, как вы можете себе представить человека, который вот после этого всего, вчерашнего ЗК, после зоны боевых действий пришел в школу учить детей? Слушайте, можно подумать, трудовики в школе до этого были как-то сильно отличались от них. Поэтому я думаю, они вполне вписываются в российскую действительность. Почему нет? Другое дело, что мои дети там учиться не будут, и не учатся, естественно, и нормальные дети там учиться не будут. Ну а те, кто остался, ну значит, такое будущее, таких учителей вы себе заслужили. Что ж теперь поделаешь? Да, мне вполне вписываются. Понимаете, как я говорил, что для Украины нет ничего слишком в борьбе с российскими оккупантами. Так и Россия уже ничем не может удивить. Она просто может, вот говорят, пробила дно, да, так нет. Там уже дна нет, дальше происходит какое-то свободное падение, и просто не хватает даже сил удивляться тому, что принимают, какие решения принимаются, что делается. Там просто отрыв от реальности идет мощный, и просто сидишь в первом ряду артера, смотришь, что происходит, и думаешь, ну окей, это, наверное, фантастическое что-то, но нет, оно реально существует, это наша реальность, в которой мы живем. Просто мы выросли в каком-то, наверное, рафинированном обществе, где все это было как-то фантастика. Оказывается, нет, оно вполне может быть жизнью, да, и в ней даже некоторые живут, и даже находят некоторое удовольствие в этом жить. Вы говорите, свободное падение, но где-то же все равно из дно, которое придется приземляться. Как вы считаете, выход Украины на границе 91-го года к чему приведет для России и для кремлевского режима? Им нужно будет как-то продать своему народу Путину то, что происходит, но выход границам 91-го года – это очень такая амбициозная задача, они за Крым будут цепляться вообще в последние силы. Я думаю, что выход Украины границам 91-го года означает будет одно – прекращение существования этого режима. Не может существовать этот режим и Украина в границе 91-го года. А это взаимостучающее понятие, потому что тут же у граждан, оставшихся граждан России, даже у не граждан, а у населения России возникнет логичный вопрос, ради чего все это было. Вот ради чего все это происходило с 2014-го года, если вот сейчас опять ничего нет, ни Крыма, ни Донбасса, ни Запорожья, ни Херсона, ничего у нас нет, ради чего мы положили более 100 тысяч, в том моменте и больше. Что мы получили? Где наши дети? Я думаю, у них даже Лады Калины и Лады Гранты не хватит для того, чтобы рассчитаться с дураками. А как? Я думаю, что это два взаимоисключающие понятия. Существующая Россия с режимом Путина и Украина в границах в 1991-м году, а одно другое уничтожит. Скорее всего, конечно, я думаю, Украина. Если, если, я надеюсь, Запад не остановится и союзники не прекратят помогать, потому что Зеленский прав в том плане, что нельзя идти на компромисс с нынешним режимом, потому что компромисс с ним – это всего лишь передышка, потому что они вздохнут воздуха и начнут заново все по-новому. Поэтому, чтобы этого не было, нужно заканчивать сейчас. Спасибо, господин Аскеров, обладатель хорстальной СВИ, интеллектуального клуба «Что, где, когда» Равшан Аскеров был сегодня с нами. Друзья, уверен, у вас возникли мысли или соображения по поводу нашей беседы. Напишите их в комментариях. Я их лично читаю все. Господин Аскеров, думаю, тоже полюбопытствует обязательно. Подписывайтесь на YouTube-каналы Дмитрий Гордон и Леся Бацман в гостях у Гордона и на YouTube-канал Равшана Аскерова. Там тоже интересно. Спасибо большое, друзья. Да, посмотрите. Спасибо, друзья, что посмотрели. Спасибо, господин Аскеров, что нашли время.